Этот мальчишка настоящий герой. Его отваге может позавидовать любой взрослый. Рискуя своей жизнью, 11-летний Богдан попытался спасти маленького котенка от бродячего пса. Увидели котенок и за ним две собаки. Убежали за ними. Я, получается, держал собаку. Мой друг попробовал тащить котенка, но отбежала собака, он испугался и убежал. Тогда животное кинулось на беззащитного ребенка. Собака крепко вцепилась в ногу. Спастись от бродячего пса помогли случайные прохожие. Дальше Богдан ничего не помнит. Мы просто в школу затащили, отнесли к медику. Приехала скорую и увезли. Шесть ран разных размеров. Травмы оказались серьезными. Мальчика экстренно госпитализировали. Врачи сделали все, чтобы избежать серьезных последствий. Мы, в общем-то, выполнили все необходимые процедуры. Ушили раны. Госпитализировали его для дальнейшего лечения, так как раны укушены, условно инфицированы. На данный момент, в принципе, состояние его достаточно хорошее, стабильное. Собаки в 36-м микрорайоне держат в страхе всю округу, в том числе детей, которые обучаются в 19-й школе. Это подтверждает и директор учебного заведения. Каждый день наших детей встречают стаи бродячих собак, которые именно вот здесь их встречают после уроков. Лариса Архипова не раз обращалась в городские службы по отлову бродячих животных. Однако результатов это никаких не дало. Мы постоянно звоним в службу 072. Они реагируют быстро, они приезжают. Но, естественно, отловить этих собак сразу не удается. Но вчера это получилось. И вчера они отловили их, увезли этих собак. Как пояснили специалисты, собак стараются отлавливать еще до того, как они нападут на людей. Но получается это не всегда. По разным причинам. Не можем все уследить. И отлавливать у нас есть критерии, по которым мы не имеем права всех подряд отлавливать собак. В большинстве случаев возникает такая ситуация, что собаки бегают с ошейниками. И в данном случае собаки являются домашними животными. Когда человек рискует стать звеном в пищевой цепи дикой стаи, о гуманности методов задумываться не стоит. Вот инструкция от опытных кинологов, что делать в случае нападения. В первую очередь стоять на месте. Если есть какая-то вещь, рюкзак или портфель, кинуть собаку, чтобы она переключилась на объект. А если ничего нет, снять с себя куртку, ботинок даже можно, если уж безвыходное положение вы одни, кинуть, чтобы она туда побежала. Или постараться позвать на помощь посторонних людей. В момент нападения копаться в тонкостях собачьей душевной организации бесполезно. Лучше прислушаться к мнению экспертов. И главное запомнить правила, не стоит убегать от собаки. Регина Сулейманова, Фахри Исламов, Алсу Арсланова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.